Русский балет считается самым лучшим в мире и попасть в труппу Большого и Мариинского театра является голубой мечтой любого артиста балета. Но сегодня прикоснуться к искусству и заглянуть за кулисы нам поможет школа балета в Ульяновске. Скажу, что такое балет, если в переводе с французского и итальянского, это танцую. И балет – это самые высшие формы хореографии. Что входит в балет? Драматургия, музыка, хореография и изобразительное искусство. Но все вот эти вот искусства, они подчинены хореографии. То есть, ну, простыми словами сказать, балет – драма, написанная музыкой и воплощенная хореография. Я могу вам сказать историю, как зарождался в Ульяновске. По-моему, в военные годы был эвакуирован Ленинградский театр. Вот была Вера Леонидовна Иванова. Вот она первая, которая здесь в Доме офицеров создала как бы балет, где танцевали какие-то там партии. Я не была в этот момент в этом городе. Затем у нее появились ученики. А она почему не уехала обратно? Ну, то по болезни, я точно не знаю. Вот мой педагог Александр Николаевич Прокофьев тоже занимался этим делом. Как бы в своих учениках он преподаватель училища культуры. Он в учениках Башкайкина была, Ирина. Она тоже делала спектакли. Потом как-то все это затесалось. Приехала балерина здесь, Узакова. Помню, Узакова Любовь Сергеевна. То есть она на базе школы искусств 8-й делала детские маленькие балетики. То есть всему свое время. Как бы вот сейчас надоест все это, контемпори, модерны, это. И публику потянет опять. Потянет к классике и как бы вот к этому прекрасному, я так думаю. Скажите, пожалуйста, темы диеты для девочек. Насколько важно себя держать в рамках и насколько она сурова? Потому что я много читала о том, что девочки там лишнюю пироженку скушать не могут. Можно об этом? Ну, конечно, те, кто танцует и учится в хореографическом училище, соответственно, они поддерживают их. Их там и кормят, если интернат определенно. Представьте, балерина вырастает. У нее партнер. Если она будет весить ой-ой-ой сколько, партнер ее просто не поднимет. Есть дуэтный танец, вот он еще и в хореографическом училище преподается. Соответственно, рост, чтобы балерина встала на пальцы и подняла руку в третью позицию, партнер должен быть каким? Высоким, да? Вот. И сильным. Ну, вот какой рацион должен быть? То есть так же питаться как три раза в день или нужно? То есть как вот это? Нет, там просто, видимо, не есть мучного, больше овощей, как сейчас. Как и все, кто хочет похудеть. В основном, я не могу точно сказать, диетологи этим занимаются, разрабатывают. Но у нас вот кто был покрупнее, они все время пытались искать какие-то диеты. Кто сыр, кто яблоки, кто даже красное вино. Все придумывали, но уж если дано, вот мне кажется, генетически, очень сложно. Вот основные параметры, да, говорят, что женщина 90-60-90. У балерины идеальный рост, идеальный вес. Вы знаете, там берут в хореографическое училище, их, простите, как лошадей просматривают. Чтобы узкая кость была, все просмотрят анатомически. Допустим, шея, головка маленькая, вот это вот все. Это уже они стопа там смотрят. Все это уже специалисты знают. Потом смотрят уже здоровье обязательно. И, наверное, данные все вот это вот в итоге. Иногда бывает, что, ну, как бы на родителей смотрят, как генетически. Если родители полные, значит, ребенок, может быть, тоже полным не берут. А бывает так, что вот шла девочка, была худенькая маленькая, потом начала поправляться. Ее могут и в конце обучения даже исключить. Сколько лет можно давать детей в балет? И как вот эта градация идет? Чему сначала учат, потом вот? Ну, в хореографическое училище берут после начальных классов. Потому что человек должен осознанно. Это сейчас у нас модно. Вот как бы берут из шести, из двух. Там кто что уже не придумывает. И из года. Это коммерческий искус. Ну, представьте, ребенок, когда он сознательно работает, вот у станка первый класс, он должен уже понимать, что от него требуется. Потому что занятия ежедневные в хореографическом училище идут. И он это должен понять. А маленький ребенок, он же в одно ухо влетел, в другое вылетел. Тут идет просто развитие ритмической гимнастики. Что-то такое вот, как бы танцевально-музыкальное творчество. Их развивают, учат ходить, учат слушать музыку. Ну, самое элементарное. А уже профессиональные хореографические училищи, там уже отбор такой строгий. Соответственно, выворотность, подъем, шаг. На пуанты девочек начинают ставить в 10 лет. К этому возрасту костные системы и осанка окончательно сформировались. Пуанты, как и в целом, сам балет – удовольствие дорогое. В среднем цена балетных туфелек – 2500 рублей. Ко всему прочему, такая танцеваль новой в непрактичном использовании – постоянный износ. Профессиональная балерина за спектакль может поменять несколько пар пуантов. А уж сколько за месяц – не счесть. К тому же для репетиции в идеале нужна одна пара, а для выступлений – другая. Новые пуанты, если выражаться профессионально, обязательно нужно разбить, чтобы обувь и нога идеально подошли друг к другу. Сколько должна быть идеальная стопа? То есть вы говорили, что не все можно поставить на пуанты. Ну, стопа, вот если идеальная, это должны три пальца быть ровных. Это большой, средний и третий пальцы. То есть они должны быть ровными? Да, это как египетская стопа, что ли, называют. Но оно, это самое, может как… И подъем. Если слишком большой подъем, значит, вываливаться из пуанты нога будет. То есть свод вот этот вот продольный зависит от подъема, чтобы был как бы это самое. И вот эти вот… Если у тебя один пальец большой, придется стоять на одном пальце. Это же тяжело. А когда два, вот, к примеру, у кого-то два ровных пальчика. Расскажите о пачках. Вообще, насколько дорогие костюмы в балете, как они шьются? Ну, они шьются в театральных мастерских. Это все там своя специфика. И при Большом театре, и при Мэринке своей есть театральные мастерские. Там сложность, несколько слоев, чтобы она стояла. Там, допустим, все используется, смотря какой спектакль и балет вот этот вот. Вот него уже, если восточный, значит, там шаровары. Если черный, то черные пачки. Если белые, то белые. Ну, сейчас очень красивый костюм по сравнению с теми, что раньше были. Там, можно сказать, что-то измарли даже, делали. Я везде читала, что больше всего у балерин страдают ноги. И как бы это основная, огромная профессиональная травма. Правда ли это? И вообще, какие еще бывают профессиональные травмы? Конечно, правда. Очень даже правда. Вот представьте, свой вес поставить на пуанты. Не просто стоять, да, а танцевать. И как технично танцевать. И долго танцевать. А балерин, вот спектакль, это первый акт, второй, третий. Это ей нужно продержаться сколько часов на сцене. И не просто траля-ля, а делают такие сложные, как бы, движения. Я считаю, что это просто адский, адский. Вот даже, как это сказал оперный, это по телевизору было, оперный певец, который в Большом театре, он сказал. Как-то все время мало обращают на балет. Все там, ну, как песни у нас сейчас котируют и так далее. Он говорит, вот глядя, это лошадиный труд. Лошадиный, когда вот они после этого настолько устают, вот провести это. И самое главное, зрителям не видно, что ему тяжело, да? С балериной занимается педагог, репетитор и балетмейстер. Иногда это один человек, но зачастую они работают группой сообща. Готовят тело у станка, ставят сам балет и оттачивают мастерство. Репетитор несет ответственность за сохранение традиций балетного театра. Сохраняет почерк, который свойственен спектаклю определенной балетной труппы. Как правило, репетиторы балетного театра в прошлом солисты, примы и премьеры. Одним словом, лучшие исполнители. Сначала разминка, потом, допустим, если уже есть готовый, репетитор отрабатывает или с солистами, или с отдельной какие-то партией. А если постановка идет, тут уже вместе работает, репетитор следит, что как, кусками отрабатывает. А разминка обязательно. Вот что, проблема, хоть с детства ты танцуешь, хоть сколько, если ты месяц пропустил, месяц восстанавливаешь. Вообще, сколько нужно репетировать в день, чтобы добиться хороших результатов? Да ну, часами работают. Кто как. Вот Плесецкая говорила, я сильно не напрягалась, я вот отрабатывал свою и уходила из класса. А кто-то оставался, ну, в общем, до потери пульса, что у него не получалось, он перед зеркалом отрабатывал. Скажите, многие девушки мечтают стать примой, да? Но это, какими качествами, помимо того, что у тебя одинаковые пальчики, ты должна была дать, чтобы действительно носить это звание прима? Тут должно быть, ну, просто, я не знаю, такое трудолюбие, такое трудолюбие, желание, это вот, ну, фанатизм, да? И, собственно, должны данные быть к этому, должна эмоциональность быть, то есть, что не просто в столб танцует, а еще и выражать свое внутреннее состояние. Это не каждый может, вот не каждому дано. Допустим, она хорошо танцует технично, а лицо у нее и внутреннее состояние, оно нулевое. Конечно, трудно выбиться. Поэтому видят педагоги, кого выдвигать, кто их задачи как бы соответствует. И каждому спектаклю своя, как бы, допустим, в этом спектакле прима одна, в другом спектакле другая, потому что, соответственно, другие образы, кто к кому лучше подходит. Вот актерское мастерство, как с ним работают балерины? Ну, в хореографическом училище там тоже работают с этим. Я не могу сказать, как, но если вот даже в ансамбле профессионально берут, как говорят, должно быть сценичное лицо. Это природа дает. Невозможно представить балет без красивых поддержек. И здесь весомую роль играет мужская партия. Представители сильного пола в балете принято называть танцор или артист балета. Именно вокруг мужчин в этом виде искусства до сих пор ходит огромное количество мифов и слухов. Ну, дело в том, что был когда-то мужской танец, женского вообще танца не было. И пуанта, оно как бы вот в прогрессе, вот это чтобы создать, стали прыгать, создать легкость, воздушность. Вот как бы в Тальоне с ней работал папа, он балетмейстер, отец. И вот она, как считали, невесомая, воздушная. А танец на пальцах, он как бы тебя возвышает куда-то вот в полет. Они же летают, все такие вот. И, соответственно, одежды. А танцовщик уже при балерине, он стал как бы ее партнером, значит, он ее поддерживает в каких-то партиях. Но всегда делится с ПДД, что у нее вариация, у партнера вариация и вместе они. То есть он дает свой танец, она, ну, потом вместе. Ну, вообще дефицит сейчас танцовщиков в балерине? Нет, у мужчин всегда было в танцах, в дефицитах, в народных танцах как-то больше привилегий мужского, да. А вот представьте, это еще специфик вот мужчина, в стряков белом, это же не каждый вот захочет. Это вот только с детства. А когда мальчик вот воспитывается, если у него данные хорошие, он же к этому привыкает, ему это нравится. Но вот а сами в жизни, они мужчины такие более инфантильные танцовщики или они все-таки мужественные? Вот вам удавалось наверняка общаться, можете? Ну, мне кажется, есть такой вот все равно более... То есть это все-таки не миф, да, что они такие, они как-то более такие вот нежнее, что ли. Мужик, он уж такой, в народном танце, к примеру, там присядка какие-то, бедуинские, что-то они делают, такое по-мужски. А тут, да, балет, он как бы создает другой образ, соответственно, и в жизни, наверное. Но они не то, что они нормальные люди, но просто заставляет вот этот театр их как бы так вести. То, что танцуют, то они и показывают в жизни, наверное. Часто бывает, что, например, во многих видах спорта зрелый возраст – это только начало карьеры. Балерины, я так понимаю, рано уходят на пенсию, скажем так. Почему? И когда? Да, то 20 лет они, театральные, 25, но они потом уходят, как или мим становятся этими артистами, или начинают преподавать сами. Но сложность в том, что хореографическое училище дает средне-социальное образование. Если он пошел танцевать в театр, он танцует и танцует, а потом, когда придя на педагогическую работу, высшего образования у него нет. Поэтому сейчас многие стремятся получить как-то или заученное это высшее образование. Дальше-то нужно продолжать жизнь как-то. Почему русский балет считается в самой лучшем мире? У нас самые лучшие хореографы, как вы сказали. Потому что модерн зародился там, за бугром. А у нас хоть и было пятипа, там, допустим, французский бальтмейстер, но пошло русский, и он отсюда. И школа, вот Мариинского, Лаганова, допустим, она как бы создала методику классического танца, ну, неприступно, можно сказать. А там все модернизировано. И вот мальчик, у меня, который ученик, он в Америке пять лет работал, он сказал, все, у них я не могу. Все у них как-то не так, вот этой школы нет. То, что вот здесь выучили, по-моему, лучше в мире нет. Это только говорится, что там чего-то лучше. А наши балеты приезжают, там... Ну, хоть балет сохранили. И мой традиционный последний вопрос. Три главных качества в нашем случае – профессиональной балерины или танцовщика. Ну, во-первых, это данные, которые Бог тебе дал. Трудолюбие – это обязательно. Я считаю, что эмоциональность, то есть это душевное, вот твое, как бы... Если ты на зрителя работаешь, не говоря там о человеческих качествах, именно вот внутреннее состояние. Практическое занятие началось с изучения позиций рук и ног в танцах. Но сначала я решила посмотреть на свои пальцы на ногах. И, на удивление, они оказались почти эталоном для балета. Не зря несколько лет профессионально занималась хореографией. Но для балета сейчас уже, увы, стара. В общем, с этой частью задания я, кажется, неплохо справилась. Подготовительное положение рук. Ноги втянуты, ягодицы втянуты. Вы должны быть как столбик. Плечи опущены, мизинчики как бы к себе, а локоть в локоте отходит от корпуса. Это подготовительное положение рук. Первая позиция рук, она находится на уровне желудка. Не замешаем руки. Третья позиция – над головой руки. Расстояние между кистями где-то два пальчика. Вот такое расстояние. И вы стоите, чтобы вы могли поднять глаза и видеть руки. Глаза. А я руки не вижу, они у меня дальше. Значит, вы должны ближе? А, все, вот теперь я вижу. И теперь вы идете на вторую позицию ребром, как бы от кисти раскрываются руки. На вторую позицию. Продолжение плеча. Локти смотрят назад. Вот такое ощущение, что все на одной линии. Винчики закругленные. Я уже вспотела. Главное – это мягкие кисти. Они должны быть словно пушинки. И если в статичном положении воздушность рукам придавать еще удается, то во время вращения о легкости думаешь в самую последнюю очередь. В этом я убедилась при изучении пируэта или тура. Но этому предшествовала одна из основных – пост в классическом танце – арабеск, что означает «летящий». Лево и сзади. На правой стоим. Лево и сзади на носочке. На носочке ее, на пальчики. Так. Здесь руки, прямой угол в руках. Ох. Прямой угол. Так. Чуть-чуть дальше. Смягченный чуть-чуть локоток. Так. И вот представьте, стоим сейчас. И еще нужно поднять ногу сзади стоящую. Поднимаем. Я держу. Поднимаем под мой носочек. Тянем. Здесь… А корпус нужно отклонять, да? Он чуть-чуть упадет немножко вниз. Но спину держать. Вытянуть ногу. Ногу вытянуть. Подъем пальца тянуть сильно. Сами держитесь? О-о-о. Мы падаем, да? То есть подъем. Вот его в потолок носочек тянем и от бедра разворачиваем в тазобедренном суставе вот эту выворотность. Вот. И опускаем. И закрываем. Ну и наконец мы приступили к изучению вращения вокруг себя в балете. Различаются однократные, двукратные, а также многократные повороты, осуществляемые с помощью различных приемов, придающих телу вращательное движение, как на земле, так и в воздухе. Хорошее и стабильное вращение – одно из основных качеств, необходимых артисту балета. Нужно встать в пятую позицию. Пятая позиция. Допустим, правая нога. Вот как будто ноги в коробочку поставили, пятки, носочки вместе. Вот. Ставим рука одна в первую, другая во второй. Вот только хочу сказать, что вращение, вот руки, они нужны для того, чтобы держать позвоночник. Вот расслаблив локти и позвоночник, да? Они держат. Колено будет – это руль. Если вы будете при вращении держать колено невыворотно, а если выворотно, оно вас поведет. Прямо само. Почему некоторые по восемь туров делают? Вот встал, подтянулся, самое главное – делать вскок вверх. То есть вот мы приседаем на одной ноге, на двух, толкаемся, правую ногу берем к колену, а на этой вращаемся. Раз. И приземлился. Сюда, да? Еще. И сели. Раз, два, три, четыре. А чтобы не кружилась голова, макушкой нужно тянуться вверх, а взгляд устремить в одну точку и при пируете быстро вращать головой, не потеряв глазами выбранный ориентир. Одним из самых сложных элементов в балете принято считать фуете. Его необходимо делать в идеале 32 раза, так, чтобы не сместиться с одной точки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok